И еще о лучших из лучших. Милосердие, трудолюбие и терпение на этих трех китах держится их работа. Без таких качеств не получится специалисты, ведь они стоят на страже комфорта и здоровья тех, кто самостоятельно не может следить за бытом. Социальные работники отметили свой профессиональный праздник. Наша съемочная группа провела один день со специалистом соцслужбы Ольгой Беловой и окунулась во все тонкости профессии, а также побывала на торжественном награждении лучших специалистов, которое прошло в зале Тверской филармонии. 8 июня в России отмечается День социального работника. Ежедневно в Тверской области тысячи специалистов этой службы выходят на помощь к своим подопечным. Один день с одним из тверских социальных работников провела и съемочная группа нашего телеканала. Свой девятый профессиональный праздник социальный работник Ольга Белова встречает на службе. С раннего утра Ольга Владимировна спешит к своей подопечной Надежде Борисовне. Наша съемочная группа следует за ней. Пожилой женщине требуется ежедневный уход после тяжелой болезни. Но первая и главная задача в начале дня делится опытом социальный работник. Это настроить человека на позитивный лад. Ну что, Надежда Борисовна, как вы сегодня себя чувствуете? Неплохо. Хорошо. Ну я рада, что у вас все хорошо. Для своей подопечной за долгие пять лет Ольга Владимировна стала родным человеком. Она и покормит, и приберет, и проконтролирует прием лекарств. И даже давление измерит. Кстати, это обязательный ритуал. Мы это делаем каждый день, потому что нужно знать. Человек потребляет большое количество лекарственных препаратов. И для того, чтобы знать, давать сегодня определенные лекарства или нет. Социальный работник – это и повар, и горничная, и нянечка, и парикмахер, и психолог. Выполняя с душой свои обязанности, даже самого капризного подопечного всегда можно к себе расположить, уверен Ольга. Таких сиделок, наверное, нет. А к любым сложностям можно приспособиться. Казалось бы, помочь сесть лежачему человеку – задача физически сложная. Но у Ольги есть своя выверенная и отработанная методика. И раз, и два. И раз, и два. Еще раз. Теперь Ольга помогает Надежде Борисовне умыться. Казалось бы, такие простые процедуры. Но и они под силу не всем перенесшим инсульт. А пока подопечная сама завтракает, социальный работник наводит порядок на кухне и делится с нами подробностями работы. У меня 10 человек. Двое из них – люди, которые не могут себя обслуживать. И 8 человек, которые частично могут… Рабочий день ненормированный. Потому что пока я все не сделаю, запланированное на сегодня, я не могу уйти домой. Поэтому, когда бывает и 9 часов, бывает и 10. На каждого подопечного по 3 часа. Кому-то нужно больше, кому-то меньше. Все навыки ухода за маломобильными людьми у Ольги Беловой появились еще до прихода в профессию. Женщина воспитывает ребенка с ограниченными возможностями. Этот факт и способствовал появлению таких качеств, как милосердие, терпение и понимание. Без которых в этой профессии делать нечего. Они важны в общении с пожилыми людьми. Кстати, это одна из самых многочисленных категорий наряду с маломобильными гражданами, кому положен социальный работник. Я люблю людей, люблю с ними общаться. Тем более, люди пожилые – это какая-то отдельная категория. Они прожили уже жизнь. С ними очень интересно. Помощь социального работника также полагается многодетным родителям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Для этого, чтобы ее получить, нужно направить заявление в Центр социального обеспечения своего района. Это может сделать как сам нуждающийся, так и его родственник. В общей сложности на сегодняшний день социальную помощь получают больше 308 тысяч жителей. В профессиональный праздник виновников торжества честовали в Тверской филармонии. Высоко был оценен труд действующих работников соцслужб и ветеранов этой отрасли. Слова благодарности работникам соцслужб адресовал и глава региона Игорь Руденя. Ваш благородный труд имеет неоценимое значение для жителей Тверской области, нуждающихся в особой поддержке общества. Сердечность, душевная теплота и искренняя забота о людях снискали вам заслуженное уважение земляков. Напомню, в Тверской области система социальной защиты населения включает в себя 37 центров социальной поддержки и 37 комплексных центров социального обслуживания населения. Задача их работников – забота о комфорте и здоровье тех, кто в этом нуждается. Терпение и милосердие – без этих качеств никак. И, как говорил классик Лев Николаевич Толстой, милосердие состоит не только в вещественной помощи, сколько в духовной поддержке ближнего.